Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что сегодня будет достаточно интересная информация, постараюсь быть краткой. Для начала я представлюсь. Меня зовут Коротченко Наталья Валерьевна. Я являюсь региональным представителем компании Биолит. Вообще по специализации я врач-инфекционист и уже сотрудничаем мы с компанией Биолит с 2004 года. На данный момент я являюсь заведующей отдела диспансерного наблюдения и лечения Томского областного центра Антиспит. Пару слов для начала в представлении компании Биолит и почему этой продукции я доверяю и вы тоже можете доверять в своей практике. Итак, компания Биолит начала свой путь с 1991 года. Буквально в прошлом году компания отметила свое 30-летие. И основная миссия этой компании – дарить здоровье, укреплять здоровье населения, используя только натуральные ингредиенты в производстве собственной продукции. Компания активно работает с врачебным сообществом, участвует в обучающих программах, особенно плотно с научным и национальным обществом инфекционистов, участвует в различных конференциях, вебинарах, семинарах. А также компания представляет научные производственные базы в Томской области. Итак, сегодня мы говорим о программах фитосанации и фитооптимизации работы желудочно-кишечного тракта. Первое, на что бы я хотела обратить ваше внимание, если мы начинаем говорить о фитосанации, то есть о очищении организма, о очищении желудочно-кишечного тракта, о очищении наших клеток, органов, тканей, различных систем. Это, конечно же, на первом месте будет стоять экстракт кариосины. Почему? Потому что экстракт кариосины признан природным антибиотиком. Именно он помогает нашему организму держать под контролем условно-патогенную флору, не давать размножаться в нашем организме патогенной флоре. Причем мы можем говорить как о бактериальной флоре, так и о грибковых. И на минуточку получены последние данные о экспериментальном воздействии экстракта кариосины на вирусы. В первую очередь, конечно же, в рамках сегодняшней ситуации, это на вирус возбудителя новой коронавирусной инфекции, то есть SARS-CoV-2. Итак, за счет чего популин действует? Мы должны с вами понимать, что это богатый достаточно химический состав, и в первую очередь наше внимание должны привлечь фенольные гликозиды или фенолгликозиды, так называемые, это тримулоцин, соликартин, солицин, тримулоидин. Так вот, солицина здесь содержится не менее 2% в экстракте. Также здесь содержатся высшие жирные кислоты, также здесь содержатся различные углеводы. Но именно фенольным гликозидам мы с вами обязаны вот таким мощным противомикробным действием. Именно фенольные гликозиды, проникая через мембрану бактериальной клетки, вызывают разрушение внутренних биохимических процессов, и фактически клетка перестает размножаться. То есть это бактериостатический эффект. Ну и дальше клетка погибает, то есть в дальнейшем обеспечивается и бактерицидный эффект. Таким же образом фенольные гликозиды действуют и на грибковые клетки, то есть это активно можно использовать при различных грибковых инфекциях. Также были получены успешные данные по применению при различных вирусных инфекциях, особенно герпес-вирусной инфекции. Это цитомигаловирусная инфекция, вирус-эпштейн-бар инфекция. То есть вот такие клинические интересные наблюдения. Вот как раз за счет своего состава фенольные гликозиды, полиненасыщенные жирные кислоты, органические кислоты. Мы видим с вами антимикробный эффект, противовоспалительный эффект. Также здесь есть вещества, которые будут оказывать спазмолитический эффект, расслабляя и желчные протоки, и протоки поджелудочной железы. То есть таким образом не только оказывая фитосанацию, но еще и оптимизируя работу всех органов и систем, особенно желудочно-кишечного тракта. Мягкое желчегонное действие, на нем чуть подробнее остановлюсь. Желчегонный эффект здесь не выраженный. Это не холекинетик как таковой, поэтому нет особых опасений по применению у пациентов с желчнокаменной болезнью. Здесь именно желчегонный эффект за счет спазмолитического эффекта, то есть снимается спазм с желчеводящих путей, и отток физически идет легче. Второй момент – в популин, в акарсол входит еще экстракция анкихолмовая, о которой мы с вами чуть попозже поговорим, которая способствует улучшению реологических свойств желчи. То есть она меньше застаивается, и за счет этого именно идет вот такое мягкое желчегонное действие. То есть опасаться в своей практике какого-то применения у пациентов с желчнокаменной болезнью нет. Изучение воздействия коры осины, точнее настоев, отваров из нее начались еще в середине 90-х годов. И вот очень активно изучалось воздействие на различные классы бактерий, условно-патогенные, патогенные. В 2005 году в Петербургской государственной лесотехнической академии именно в изучении в агропромышленном комплексе. Вот тогда была четко отмечена активность против гемофильной палочки, стриптокока, возбудителя пневмонии, стриптококус-пневмония, пышерихия, коликишечная палочка, патогенные гемолитические штаммы и так далее. Там же, кстати, в этих же исследованиях была доказана и противогрибковая на кандиду активность различных экстрактов коры осины. Но там большей частью изучались растворы, водорастворимые растворы, что получает сейчас компания Биолит. Компания Биолит за счет уникальной технологии концентрации экстракта получает очень высокое содержание биологически активных веществ. Если сравнить с исходным сырьем, то фактически в 100 граммах экстракта по сравнению со 100 граммами исходного сырья в 4,5 раза больше содержания по фенольным гликозидам. В первую очередь мы оцениваем концентрацию салицина как раз. На этом слайде я хочу представить еще одно интересное свойство, когда нас спрашивают, как долго можно применять, в какой дозе можно применять, почему разные дозы указываются. Так вот, на примере популина я вам хочу напомнить о том, что у компании Биолит любой продукт проходит исследование токсичности как в остром эксперименте, так и в хроническом эксперименте. Возвращаемся к фитосанации. Популин помогает справиться и вычистить такие хронические очаги инфекции буквально во всех уголках организма. Его антимикробные противовоспалительные действия было доказано в целом ряде клинических исследований, и даже на фоне туберкулеза, на фоне лекарственно устойчивой формы туберкулеза были получены значительные улучшения при присоединении экстракта каросина, при присоединении популина к антибактериальной терапии, то есть в составе комплексной терапии. Именно в этой группе пациентов с хроническим лекарственно устойчивым туберкулезом уже на протяжении первых двух месяцев применения было значительное снижение интенсивности бактериовыделения, то есть они раньше получали аббацилирование, соответственно, меньше пациенту нужно было находиться в стационарных условиях. Мы знаем, что бактериовыделение при туберкулезе МВТ+, это основной показатель нахождения в стационаре ограничения контактов у пациента, снимался более быстро интоксикационный синдром, то есть уходили слабость, недомогание, лихорадка, ночная потливость, уменьшались клинико-лабораторные проявления вообще легочного процесса, то есть быстрее купировались воспалительные инфильтраты, уменьшалась интенсивность и размер полостей распада в легких, на контрольных исследованиях, на контрольных рентгенограммах, то есть это достаточно важный такой показатель. И еще очень важно, что у этих пациентов не присоединялась вторичная бактериальная флора, которая очень часто сопровождает данных пациентов, то есть какие-то хронические тензилиты, ангины, стафилококковая, стопокковая флора в этот момент тоже была под контролем. Вообще эти исследования достаточно широко проводились, было задействовано несколько центров, вот здесь мы видим исследования, данные по Кемеровскому центру в тезиопульмонологии, еще задействован был Новокузнецкий центр, Новосибирский, Томский в тезиопульмонологический центр, и также был выделен целый пул пациентов с патологией гепатобилиарной системы, то есть сочетание туберкулеза и поражение печени, желчеводящих путей на фоне апистархоза, на фоне хронического гепатита. И вот как раз в этой группе тоже очень хорошая динамика была показана, то есть пациенты достаточно быстро получали абуцелирование с одной стороны, с другой стороны фактически не было никаких выраженных проявлений гепатита, лекарственных гепатитов, которые часто осложняют антибактериальную терапию туберкулезной инфекцией. И, собственно говоря, функция детоксикации собственная, то есть печень работала так, как положено. Вот последние исследования, одни из последних наших исследований, которые проводила компания Биолит в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Это как раз исследование 2021 года. Возможность применения экстракта караосины у пациентов с COVID-19, то есть с новой коронавирусной инфекцией. Здесь исследовались две формы. Это популин с дегидрокверцетином. Дегидрокверцетин – это дополнительный еще вариант для усиления антиоксидантных свойств экстракта караосины, а также капилляропротектор, то есть он способствует восстановлению капилляров. При таком значительном воспалении, конечно же, очень часто идет поражение самых маленьких, самых мелких сосудов, которые будут в итоге приводить и к прогрессированию воспалительной реакции, и к замедлению процессов регенерации. Поэтому, конечно же, капиллярную сеть нужно восстанавливать в первую очередь. И тем не менее, она в первую очередь и страдает за счет вот этого цитокинового шторма, за счет выраженного синдрома системного воспаления. Здесь применялась еще и форма в капсулах и корсолфорты, то есть для тех пациентов, которые не могут переносить густой горький экстракт просто за счет его органолептических свойств. Так вот, включение БАД, популина и корсолфорты в комплексную терапию больных за новой коронавирусной инфекцией способствовали более быстрой положительной динамике объективного и субъективного состояния пациентов. То есть пациенты быстрее отмечали, что уходит слабость, уходит температурная реакция, восстанавливается обоняние. Конечно же, достоверно нарастание титров антител было отмечено, что немаловажно, то есть это иммуномодулирующие свойства. Наблюдалась тенденция к более быстрой нормализации лабораторных показателей, то есть как общего анализа крови, так и биохимического показателя крови. В первую очередь уходил такой показатель неспецифического выраженного воспаления, как С-реактивный белок у пациентов в группе, которые принимали экстракт кариосинного дополнения. Также, что очень немаловажно, у пациентов, принимающих экстракт кариосины дополнительно, не было утяжеления формы поражения легких, то есть перехода в более тяжелые формы, то есть КТ-0, КТ-1. Им не требовалась госпитализация, не было фиброза на контрольных рентгенограммах, что тоже немаловажно. То есть ткань легких восстанавливалась более полно и более быстрые сроки. Поэтому по заключению этих клинических исследований было рекомендовано включать БАТ-папулин с дегидрокверцитином либо Экарсолфорты в комплексное лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Следующий продукт, который невозможно обойти, если мы говорим о фитосанации, это, конечно же, экстракт корня лопуха, токсидонт май. Это буквально-таки скорая помощь при любых токсических нагрузках. Будь это пищевое или лекарственное отравление, будь это бактериальная инфекция, будь это какое-то воздействие каких-то других токсинов и так далее. За счет чего это действие идет? Опять же, мы сейчас будем говорить с одной стороны о фитосанации, с другой стороны мы будем сразу же говорить о продукте как в варианте 2 в 1. То есть он сразу же помогает и восстановить желудочно-кишечный тракт точно так же, как и популин. Итак, основное свойство детоксикации здесь отводится аспарагину, а также ферменту урикази. Сейчас мы о них поговорим чуть-чуть поподробнее. С одной стороны, амитоспарагиновой кислоты или аспарагин, было доказано его противоопухолевое действие и способность оказывать цитостатическое действие. То есть он как бы не дает атипичным клеткам разбредаться, размножаться по организму, куда-то мигрировать. То есть это антимета-статическое еще действие. С другой стороны, это мощная детоксикация организма за счет чего? Он именно связывает вредные вещества в сыворотке крови и способствует их выведению и через естественные пути, чаще всего через почки. Именно переводя их в водорастворимые какие-то фракции и облегчая таким образом их фильтрацию через почки в мочу. Аспарагин, амитоспарагиновой кислоты фактически безопасен для живого организма, для наших клеток. Он не оказывает какого-либо токсического действия. Инулин – второе вещество, которое с одной стороны, вот если аспарагинат у нас действует, уже он всасывается и действует в сыворотке крови, очищая как бы организм изнутри и поддерживая систему гомеостаза. Инулин – это энтеросорбин. С одной стороны, это вещество, это полисахарид, которое не расщепляется ферментами нашего желудочно-кишечного тракта, попадая в кислую среду желудка. Он образует гель и таким образом является гастропротектором, он как бы обволакивающий действие на слизистую желудочно-кишечную тракту оказывает. С другой стороны, продвигаясь по желудочно-кишечному тракту, гель связывает очень многие токсины. Токсины бактериальные, ионы тяжелых металлов, радионуклеида, то есть не дает им всасываться. Таким образом, уходит у нас толстый кишечник, где уже всасывание этих токсических веществ фактически невозможно. А дальше нужно сказать следующее. Нужно помнить, что по классификации Всемирной организации здравоохранения инулин у нас относится к пребиотическим субстанциям, то есть это пребиотик. И он находится на втором месте по пребиотическому индексу, то есть по способности стимулировать развитие бактериальных колоний, в первую очередь бифидо- и лактобактерий в нашем толстом кишечнике, на втором месте после лактулоза. А дальше уже все остальное, там всякие клетчатки и все остальное, то есть это достаточно мощный пребиотический фактор, то есть для улучшения состава нашей микробиоты. Также инулин способствует усвоению целого ряда витаминов, микроэлементов, то есть он как транспортная такая молекула помогает ему усвоиться. Следующее, на что я хотела обратить ваше внимание, концентрированный сок корня лопуха содержит еще целый ряд собственных микро- и макроэлементов, эфировое бордановое масло, арктиин, арктигенины, которые помогают тоже оказывать противоопухолевое действие, но еще фермент туриказа, который я уже упомянула. Фермент туриказа, чем он нам так нужен? Дело в том, что в нашем организме фактически этот фермент не вырабатывается, и поэтому у нас с вами пуриновый обмен, то есть белковый обмен, фактически заканчивается на образовании мочевой кислоты, которая токсически действует и на наши сосуды, и на наши клетки, там, где она накапливается. Так вот, фермент туриказа способствует переводу мочевой кислоты через ряд превращений в волонтаин, то есть более безопасное вещество с высокой водорастворимостью, то есть и эти уже остаточные метаболиты могут спокойно выводиться почками. Мочевая кислота обладает более низкой водорастворимостью, поэтому почками фактически не выводится. Таким образом снимается токсическая нагрузка на организм и ликвидируются все предпосылки для развития такого сложного заболевания, как подагра. Станавливается пуриновый обмен. Поэтому токсидонт май можно применять в различных ситуациях, когда у нас идет токсическая нагрузка на организм. Это действительно фитосанация в полном смысле этого слова. Более того, это не только выведение различных токсинов из организма, это еще и поддержка собственных систем детоксикации за счет того, что улучшается перистальтика толстого кишечника, улучшается функционирование почек, он как гепатопротектор тоже выступает, поэтому и антитоксическая функция печени восстанавливается. То есть постепенно, постепенно еще идет восстановление собственных систем детоксикации. Также он способствует улучшению водно-солевого обмена и фактически всех видов обмена. Про пуриновый обмен мы уже поговорили, то есть обмен белков, обмен жиров и обмен углеводов. Таким образом еще и оказывает гипогликемическое действие, то есть снижая уровень глюкозы крови. Вот как раз антитоксические свойства показаны в ряде экспериментов. То есть вот здесь у нас представлен с вами слайд. Это доклинические исследования, это возможность применения экстракта корня лопуха при аллергических реакциях, то есть при реакции гиперчувствительности замедленного типа. Когда сенсибилизировали мышей, точнее лапку, чужеродным антигеном, это эритроцитами барана, соответственно, само собой развивался на чужеродный белок специфическая реакция. Это отек, это зуд, это покраснение. И вот через некоторое время, через 24 часа лапка взвешивалась. Таким образом мы четко видим, что те экспериментальные животные, те мышки, которые получали еще дополнительно экстракт корня лопуха, у них отек, то есть развитие вот этой гиперрергической реакции было гораздо менее выражено, чем в контрольной группе, там где экстракт корня лопуха не применялся. Соответственно, было доказано таким образом, что экстракт корня лопуха обладает антиаллергическими, то есть снимает токсические реакции на чужеродный антиген, обладает противовоспалительными свойствами за счет того, что тормозит образование клоноспецифических Т-лимфоцитов, а также лимфоцитов-эффекторов, которые влияют на способность этих лимфоцитов как раз продуцировать провоспалительные цитокины при провокации, то есть при встрече с антигеном. Второе такое исследование, на которое я бы прямо хотела тоже обратить ваше особое внимание, это как раз результаты применения экстракта корня лопуха в лечении синдрома эндогенной интоксикации у пациентов с лимфомами на этапах полихимиотерапии. Это очень важный, так скажем, очень важный этап в жизни данных пациентов. Почему? Потому что курсы полихимиотерапии проводятся через определенные промежутки, но, к сожалению, не всегда врач, который контролирует пациента, может продолжить курс полихимиотерапии. И, к сожалению, для таких пациентов это может оказаться чревато. То есть пролонгирование вот этих вот межкурсовых промежутков может неблагоприятно потом сказаться на прогнозе лечения. То есть выздоровления можно не достичь у этих пациентов. Что же является причиной затягивания этих промежутков? Как раз отсутствие показателей положительных в динамике по крови. То есть достаточно высокая токсичность препарата. К сожалению, высокий распад тканей, мы атакуем опухолевые ткани, накапливается очень огромное количество внутренних токсинов. Вот он как раз и синдром эндогенной интоксикации. Это как раз у пациентов проявляется головной болью, лихорадкой, ломотой в суставах, в мышцах, общей слабостью, тошнотой, диспепсическими расстройствами. И, конечно же, это видно в биохимии, в общем анализе крови, когда у нас нарушается формула, ликоцитарная формула крови, когда у нас повышены показатели трансаминаз печеночных, АЛТСТ, креатинин, почки и так далее. Так вот, у пациентов, которые применяли полихимиотерапию, и в межкурсовой период между полихимиотерапией назначалось применение экстракта корня лопуха, гораздо быстрее шло уменьшение клинической симптоматики у этих пациентов как раз вот эта слабость, утомляемость, раздражительность, мышечные боли, ломота в суставах, тошнота, субфибрилитет, все это уходило гораздо быстрее. То есть они и физически себя чувствовали лучше, и более быстро снимались все проявления в общем анализе крови в биохимии, что позволяло пациентам в определенные сроки продолжать лечение полихимиотерапевтическими препаратами. Соответственно, и прогноз у этих пациентов был более благоприятный. То есть данными клиническими исследованиями как раз доказано фитосанирующее свойство, то есть свойство детоксикации, снятия интоксикации при применении экстракта корня лопуха. Третий важный продукт на этапе фитосанации и фитооптимизации и восстановления микробиота кишечника – это же, конечно, гепатасол, экстракт солянки холмовой. Нам гепатасол сейчас интересен в плане фитосанации и фитооптимизации вообще немножечко с другой стороны, не только как гепатопротектор, потому что посмотрите на его вот этот уникальный состав. Во-первых, здесь огромное количество заменимых и незаменимых аминокислот, которые фактически в полном объеме представлены, то есть, соответственно, восстановление синтетической, белоксинтетической функции в организме, что аминокислоты у нас необходимы для синтеза белков и, соответственно, белоксодержащих молекул, то есть тех, в том числе и ферментов различных. Здесь содержатся алкалоиды из ахинолиновой группы, сальсолин, сальсолидин, опять же, спазмолитики, да, такие природные. Здесь содержатся органические кислоты и достаточно большая фракция полиненасыщенных жирных кислот. Мы тоже об этом сейчас поговорим. Но самое главное, солянка – огромное количество действительно минеральных солей, макро- и микроэлементов. И на первый план здесь, конечно же, выходит калий. Большая концентрация калия, которая позволяет восстановить калий-натриевый баланс в нашем организме. К сожалению, сейчас натрия в наш организм поступает достаточно много, а вот растительной пищи мы едим достаточно мало, поэтому калия как раз у нас теперь организм испытывает дефицит, да еще и, собственно говоря, почки его пытаются все время поменять на натрий. Итак, в нашем организме очень часто наступает вот такой вот натриево-калиевый дисбаланс, когда калия – недостаток. Чем это чревато? Дело в том, что это чревато тем, что перестают работать мембранные насосы, обеспечивающие клеточное дыхание. То есть не работает калий-натриевый насос и калий-натриевая фаза в мембране клеток, соответственно, нету поддержания разности потенциалов по обе стороны мембраны, а это значит будет страдать передача импульса, нервного электрического импульса, соответственно, будет нарушаться работа нервных клеток, мышечных клеток. Конечно же, это осморегуляция, то есть сохранение клеточного объема, то есть клетка более быстро либо насыщается жидкостью, либо потеря жидкости идет в зависимости от того, где присутствует больше натрий или калий. Само собой, этот калий-натриевый насос, мы помним, обеспечивает активный транспорт через мембраны клеток жидкости с питательными веществами, с кислородом, то есть и, соответственно, обеспечение всех биологически активных процессов внутри клетки, синтеза белка, обмена углеводов и так далее, восстановление энергетического потенциала клетки. Поэтому если калия нам не хватает, соответственно, нарушается работа каждой клетки в нашем организме. Аминокислоты. Мы уже поговорили о том, что есть заменимые и незаменимые, их можно разбирать долго и по составу, кто что обеспечивает. Но самое главное, здесь достаточно высокая концентрация клеток для аминокислот, для построения мембран клеток. Это глицин и бетаин. То есть это именно те строительные кирпичики, которые обеспечивают восстановление мембраны клетки. И вторая функция, особенно у глицина, мы еще помним, что это нейромедиатор, это тормозной нейромедиатор, который помогает правильно функционировать в нашей нервной системе. Комплекс полиненасыщенных жирных кислот представлен линоленовой кислотой, олеиновой, пальмитиновой. Но самое главное, здесь почти до 9% концентрация гамма-линоленовой кислоты, которая, с одной стороны, тоже оказывает мембраностабилизирующее действие, важна для синтеза фосфолипидов в клетке. С другой стороны, это простагландиноподобные действия. То есть это регуляция работы иммунной системы. То есть это еще и иммуномодулятор. По экспериментам даже говорить не буду, это огромный пул вообще, работ, который был проведен учеными и нейкардиологии, и кафедры фармакологии Томского медицинского университета. Огромное количество клинических исследований. Вот здесь представлено как раз восстановление функции печени, структуры печени, антитоксической функции печени. У пациентов с хроническим гепатитом, с умеренной и высокой степенью активности сравнивались с традиционными гепатопротекторами на тот момент. То есть это, в первую очередь, курсовой прием селемарина, селебенина или корсил, фармацевтическое торговое название данного препарата. Конечно же, мы видим сразу, что динамика восстановления клеток печени и, соответственно, внутриклеточных ферментов аспартат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы было гораздо быстрее в группе у пациентов, которые применяли экстракт солянки холмовой. Здесь было применение липроксола. Чем интересен этот продукт? Здесь солянка холмова идет в сочетании с экстрактом полярных липидов, то есть это с вытяжкой из высокоминерализованных грязевых отложений сибирских озер, которые усиливают, опять же, антиоксидантные свойства экстракта солянки холмовой, которые дополняют гепатопротективные свойства экстракта солянки холмовой, то есть мы получаем более выраженный клинический эффект и более быстрое восстановление мембран гепатоцитов и дополнительное антиоксидантное действие. Вот как раз по поводу антиоксидантного действия, как раз на этом слайде у нас с вами представлены возможность восстановления с помощью применения экстракта солянки холмовой всех систем глутатиона, то есть это наши собственные антиоксидантные ферментативные системы, которые спасают наши клетки от атак свободных радикалов и, собственно говоря, помогают восстановиться, не погибнуть, не вызвать апоптоза клетки, повреждения мембран и так далее. На этом слайде у нас представлены клинические исследования, одни из последних, которые как раз проводились Ларисой Степановной Сотниковой по изучению различных форм экстракта солянки холмовой как иммуномодулятора. Более того, она изучала здесь противовоспалительные свойства экстракта, а также способность восстановления метаболических процессов в организме как раз у пациентов с метаболическим синдромом. То есть здесь было четко доказано восстановление, улучшение показателей иммунного статуса при применении экстракта солянки холмовой, снижение провоспалительных, различных показателей цитокинов, соответственно, у экстракта доказано наличие собственной противовоспалительной активности, снижение признаков синдрома хронического воспаления, который возникает у пациентов с метаболическим синдромом. Итак, если подвести итог, то есть с одной стороны, почему это фитосанация? Потому что восстанавливается структура клеток печени, восстанавливается в первую очередь ее обеззараживающая, обезвреживающая функция клеток печени, но восстанавливаются и мембраны других клеток, восстанавливается клеточное дыхание в тканях нашего организма. Соответственно, расклеточное дыхание, ну то есть мы это так условно называем, то есть это поступление питательных веществ внутрь клетки, поступление с жидкостью, с водой, кислорода, строительных компонентов для восстановления клетки и для обеспечения ее жизненной функции. С другой стороны, соответственно, и детоксикация клеток происходит лучше за счет того, что у нас восстанавливается работа калий-натриевого насоса, идет нормализация водно-электролитного баланса, то есть, соответственно, детоксикация тканей идет везде и повсеместно. Более того, отмечается еще какой положительный эффект, осуществляется ремонт митохондрии за счет как раз активации антиоксидантной защиты, это за счет восстановления системы цитохрома по 450, обеспечивается антиоксидантная активность наших клеток, собственная защита антиоксидантная, за счет восстановления ферментативных систем глутатиона. Более того, мы еще с вами помним о том, что снижается уровень додимеров, то есть, соответственно, у нас нормализуется вястость крови. Именно повышенный уровень додимеров у нас провоцирует тромбообразование, внутрисосудистое свертывание. При применении экстракта солянки холма, гипотасол ли это, гипотасол форт или проксол, как раз эти риски уходят. А также идет регулировка баланса цитокинов, снижается вот эта воспалительная вся реакция и восстанавливается работа иммунной системы. Ну и один из последних продуктов, о которых бы хотелось поговорить, в качестве санации желудочно-кишечного тракта и восстановления микробиота кишечника, это ахиллан экстракт травы тысячелистника. Тоже уникальное достаточно растение, известное с самых древних времен, еще с времен древнегреческой медицины. Каким образом он влияет на наш желудочно-кишечный тракт? Конечно же, это в первую очередь нормализация состава желудочного сока, снижение секреции соляной кислоты, если кислотность повышена. С другой стороны, повышение выработки муцина в слизи, слизистой желудочно-кишечного тракта, в первую очередь желудка. То есть это и обволакивающий эффект, соответственно. С одной стороны, снижаем кислотность, с другой стороны, усиливаем вот эту протективную способность желудочной слизи, обволакивающую ее способность. И таким образом, это активный гастропротектор, который способствует книжению проявления гастроэзофагальной рефлексной болезни, эрозивных каких-то поражений слизистой желудочно-кишечного тракта, эрозии желудка, 12-перстной кишки, язвенная болезнь. То есть это основные, конечно, показатели для применения. Ахилан, то есть экстракт травы тысячелистника, еще и обладает спазмолитическим свойством, обладает антибактериальным действием. Он улучшает состав кишечных ферментов, то есть активирует ферментативную активность кишечника, таким образом улучшает переваривание пищи, то есть ферментация лучше и способствует ускорению перистальтической активности желудочно-кишечного тракта. Таким образом, ускоряется эвакуация содержимого желудка, то есть нет застойных явлений в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Итак, фитосанация, о которой вы уже слышали и говорили, это авторская программа профессора Сотниковой Ларисы Степановны. Представлена она основными тремя продуктами. Это гипотасол, популин и токсидон Тмай. Как применять, я думаю, вы это просто лишний раз для себя повторите. То есть это как раз те продукты, которые способствуют контролю над патогенной и условно патогенной микрофлорой, способствуют улучшению ферментативной активности желудочно-кишечного тракта, снятия воспаления со слизистой желудочно-кишечного тракта в первую очередь, да и в принципе в других органах и системах, детоксикации нашего организма, с помощью разгрузки от токсинов наших клеток, с помощью восстановления обменных процессов. Как применять популин утром натощак, рекомендует именно Лариса Степановна. Я на всякий случай как бы внесу свою небольшую лепту. Есть пациенты, которые очень сильно реагируют на горечи и возникает возможность какой-то тошноты, иногда у некоторых даже рвота. То есть в действительности, может быть, тогда на этом этапе выбрать не популин, а вначале выбрать капсулированный экстракт, капсулы, корсол форты, на какое-то время попринимать и поприучать рецепторы к горечам, либо как вариант первую неделю приема возможно применение уже после еды, через 30-40 минут после еды уже не будет такого воздействия и раздражения наших рецепторов, то есть и вот эта тошнота будет уходить. В общем-то, очень хорошо спасает переключение рецепторного аппарата на другой вкус. Лимончик, соленый огурчик, то есть что-то вот такое. То есть переключить с горечи. Токсидонт май вечером, один раз в сутки на ночь. Гипотасол форты или липроксол мы принимаем в течение дня по инструкции. Если получается три раза в день, это прекрасно. Дополнительно, если требуется, по показаниям, это можно добавить ахиллан или ахиллан форты, это можно добавить экстракт подорожника, это можно добавить экстракт пифты сибирской, такой адаптоген, иммуномодулятор. Источник железа у пациентов, например, с анемией, с нарушением функции костного мозга, то есть с какими-то геморрагическими анемиями, то есть с дефицитом железа, это вот как раз источник будет двухвалентного железа для быстрого восстановления показателей крови. Экстракт подорожника. Когда применять? Вообще прекрасный вариант, опять же, такого дополнительного источника инулина, то есть обволакивающее действие, гастропротектор. Но вот если ахиллан четко мы можем применять тогда, когда у нас кислотность желудочного сока повышена, и мы об этом знаем, если мы не проводили особых исследований, если мы не уверены, гиперсекреция или гипосекреция соляной кислоты идет, то в этой ситуации можно вместо ахиллана выбрать экстракт подорожника, потому что он как раз при нарушении желудочной секреции подстраивается под пациента, либо стимулирует, если она понижена, либо немножечко снижает, если есть повышение, то есть если есть гипероцидное состояние. Ну и есть более усиленная формула фитосанации, которая уже была разработана, наверное, из участия тех, кто применял варианты фитосанации. Не всегда удобно применять все, это за 30 минут до еды, это через 30-40 минут после еды, поэтому есть еще вариант смешать это все в небольшом количестве воды, 50-100 миллилитров, и вот там как раз популинтоксидонтмай, экстракт подорожника с гипотосолом, все это дружат вместе, и все это принимается за раз. Более удобная форма для тех, кто просто загружен и не располагает временем. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Если требуется какая-то информационная литература, если требуются какие-то копии проведенных клинических исследований, если вас что-то заинтересовало, можно всегда обратиться на горячую линию, можно обратиться по электронной почте, можно выйти на сайт, посмотреть информацию о продукции, обновить какие-то знания, заказывайте литературу, та, которая вас заинтересовала, ради бога. Все монографии, они в доступности. Еще раз благодарю вас за внимание и надеюсь, что данная информация будет полезна в вашей ежедневной практике.